Добрый день, уважаемые коллеги. Мы по традиции проводим Президиум госсовета в регионе, руководитель которого возглавлял рабочую группу при подготовке соответствующего вопроса. Поэтому собрались сегодня здесь, в Ульяновске. И сегодняшнее заседание Президиуму госсовета посвящено развитию пассажирских перевозок в регионах Российской Федерации. Безусловно, тема очень важная. Она касается буквально каждого гражданина нашей огромной страны, без всякого преувеличения. Миллионы людей проводят значительную часть своей жизни по дороге на работу и назад, в автобусах, троллейбусах, в метро, в общественном транспорте. И это во многом определяет уровень комфорта, удобства жизни в городах, посёлках. Хотел бы отметить, что в прошлом году пассажиропоток общественного транспорта составил в нашей стране 18,7 миллиарда человек. Это что означает? Это означает, что в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался этими услугами. Массовость, большое социальное значение общественного транспорта диктует высокие требования к пассажирским перевозкам. Это широкий охват маршрутной сети, надёжность сообщения и, конечно, безопасность и качество предоставляемых услуг. Вместе с тем, на сегодняшний день в регионах пока не сформирован комплексный подход к выполнению этих требований. Каждый субъект Федерации, исходя из собственных возможностей и особенностей, по-своему решает задачи развития общественного транспорта. При этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются. В результате в некоторых отдалённых населённых пунктах на общественном транспорте не добраться вообще, нет регулярных рейсов, а где-то происходит дублирование маршрутов, либо процветает серый бизнес. Всё это создаёт неудобства для людей и снижает эффективность работы транспортных компаний. И здесь вот на что хотел бы обратить внимание. Нам десятилетиями, ещё с советских времён, не удаётся избавиться от убыточности работы городского транспорта, общественного транспорта. По итогам 2016 года 63% крупных и средних организаций, предоставляющих услуги регулярных автобусных сообщений, например, являются убыточными. Очевидно, нужны общие системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения, чтобы связать постоянными маршрутами каждый посёлок, каждый населённый пункт региона. Мы знаем, что проблем здесь пока очень-очень много, и вы не можете этого не видеть. Сами ездите по своим регионам и понимаете, о чём я сейчас говорю. Нужно создать современную, удобную инфраструктуру, убрать узкие места, которые существовали десятилетиями. Так как мы это сделали с достройкой крупных мостовых переходов, мостов в своё время, которые начаты были ещё в советское время, а потом остановлены строительством, брошены, примерно 22 моста мы достроили в своё время. Один из них здесь, в Ульяновске, самый большой мост, самый длинный по протяжённости мост в России. Длина моста 5 километров и 725 метров, а общая длина мостового перехода свыше 12 километров, почти 13 километров. В 1985-м, по-моему, начали строить его, потом приостановили, а в 1995-м вообще заморозили. И мы только в 2006-м возобновили и за три года, по-моему, завершили. Так же, как и остальные 21 мост, всего 22. Но вот такого мы никогда не должны в будущем допускать. Предлагаю во всех регионах России внедрить комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональные сообщения, расставить приоритеты в развитии отдельных видов транспорта и повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели. В основе этих планов должен лежать анализ текущей ситуации и расчёт перспективной потребности в пассажирских перевозках, а также чёткие стандарты обслуживания по всем видам транспорта. Я знаю, что такие стандарты уже подготовлены Минтрансом, но пока они не носят обязательного характера. Предлагаю взять их за основу как минимальный набор параметров, которым должны соответствовать пассажирские перевозки. При этом хотел бы вновь подчеркнуть, современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, следовать в удобное время, точно по расписанию, а его остановочные пункты должны находиться в пешей доступности для большинства граждан, которые пользуются общественным транспортом. И, конечно, необходимо стратегическое видение того, как будут развиваться пассажирские перевозки в нашей стране в перспективе, на среднесрочную и более отдалённую перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, формируются в этом сегменте и будут определять развитие общественного транспорта на ближайшие 10-15 лет. Прежде всего, имею в виду освоение более экологичных и экономически выгодных технологий, использования новых источников энергии и распространения беспилотных транспортных средств. Вот сегодня мы видели очень хорошие образцы. Надо, чтобы только их было побольше, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди пользовались. Предлагаю также обсудить перспективы развития так называемых мультимодальных перевозок, когда по одному билету посредством безналичной оплаты пассажир может доехать до пункта назначения на двух и более видах транспорта. Должен сказать, что такая практика применялась уже давно, в советское время. Я сам помню, ездил по таким способам. Но современные технические средства предоставляют возможности делать это более эффективно, удобно для людей. Крайне важно, чтобы пересадка в этом случае была максимально удобной. Или, как говорят специалисты, бесшовной, то есть в рамках специальных пересадочных узлов. Их организация также должна быть в числе приоритетов развития пассажирского сообщения. Этот вопрос нужно урегулировать нормативно, на законодательном уровне, а также технически, с применением современных автоматизированных систем. В целом, надо шире использовать цифровые технологии для учёта планирования контроля пассажирских перевозок, для проведения взаиморасчётов перевозчиков и борьбы с нелегальным бизнесом. Он наносит реальный ущерб этому сегменту экономики. Также отмечу, что современные технологии делают реальным дистанционный медицинский контроль водителей и технический мониторинг транспортных средств. Я вчера в Яндексе был, можно поздравить их с юбилеем ещё раз. Вот ребята там, молодые специалисты, разрабатывают очень эффективные современные способы и беспилотных транспортных средств, и контроля за физическим состоянием водителей. Знаю, что в отдельных регионах такие наработки уже есть. Нужно изучать успешный опыт коллег и тиражировать их, безусловно. Далее. Одна из ключевых тем пассажирских перевозок – это состояние транспортных средств, их физический и моральный износ. И здесь тоже, должен сказать, к сожалению, в последние годы картина здесь не улучшается. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности. Сейчас не буду цифры называть, но они не радуют. Количество старой техники увеличивается. Нужно проработать стимулы к повсеместному обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев, другого общественного транспорта. Найти эффективные механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка. Ну и, конечно, поддержка со стороны государства. Этот сегмент экономики должен быть рыночным, самодостаточным. Понятно, что сразу не прыгнуть в эту самодостаточность. Но аккуратненько нужно к этому идти, обязательно нужно этим заниматься. Иначе так и будет всё время хромать. Так люди будут ездить на разваливающихся автобусах. Имею в виду в том числе и долгосрочные контракты с перевозчиками, что поможет им в долгую планировать свою деятельность и инвестиции в приобретение новых транспортных средств. Рассчитываю услышать предложение рабочей группы Госсовета на этот счёт. Пожалуйста, давайте начнём работать. Сергей, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники президента Государственного Совета. Прежде всего, конечно, позвольте мне выразить огромное слово благодарности за то доверие и возможность, которую вы мне предоставили для подготовки основных положений доклада. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за то, что вы вспомнили замечательные подарки и для нашей страны, и для Ульяновской области, и сказали об уникальности этого моста. Не было бы этого моста, вряд ли бы мы решили у себя в регионе, да и в европейской части России, проблемы пассажирских перевозок. Коллеги, просто ещё раз хотел обратить внимание на то, что мост действительно уникален. Сегодня то, что мы строим через Керченский пролив, в какой-то степени как раз мы взяли те технологии, которые были испытаны здесь, на берегах Великой Русской реки Волга. Да и сам мост, название его определялось народным голосованием, сегодня он по праву называется президентским. Возвращаясь к докладу, подчеркну, что он является результатом работы большого коллектива, в который входили представители регионов, учёные, практики. Всем им я тоже выражаю большую благодарность. Именно вот такое соединение академических знаний, практического опыта, изучения международного, российского и даже советского опыта, и лучших региональных практик, особенно вот Москвы и Санкт-Петербурга, позволили нам выработать целый ряд нетривиальных, а возможно где-то и революционных предложений. Ну я прямо с короговоркой скажу, вот что мы в основном докладе для вас подготовили для всех. Это механизмы перехода от отраслевого принципа организации пассажирских перевозок к комплексному подходу и мультимодальности, вот только что сейчас Владимир Владимирович обращал наше внимание. Это внесение изменений в градостроительный кодекс и организацию территориального планирования для обязательного учёта планирования организации комплексных пассажирских перевозок. Это обязательность стандартизации транспортного обслуживания населения на всех уровнях, и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. Это меры экономического стимулирования развития и повышения уровня конкуренции. Это развитие информационных и цифровых технологий в транспортном обслуживании населения. А это позволит нам осуществить переход к реализации модели умных городов, это развитие энергоэффективности, обеспечение экологической безопасности пассажирских перевозок. Вот всё это и многое другое содержится в подготовленном докладе, и их реализация таких вот предложений позволит мне представлять серьёзно изменить ситуацию. Позвольте мне изложить в своём выступлении только часть положения доклада. Надеюсь, что к обсуждению подключатся в том числе и коллеги из правительства и регионов Российской Федерации. Да, сейчас Вы действительно совершенно правильно, Владимир Владимирович, сказали, пассажирский транспорт в целом выполняет свои основные функции, обеспечивает доступ граждан к образованию, медицинскому, социальному обслуживанию, трудовой деятельности, способствует развитию экономики и социальной сферы. Но следует ещё раз признать правоту Ваших слов, что качество услуг, безопасность перевозок остаётся, к сожалению, не на должном уровне. Поэтому одной из первоочередных задач является разработка комплекса мер, способных сделать пассажирский транспорт и общего пользования удобным, современным и безопасным. Без качественной институциональной среды, уважаемые коллеги, конечно, невозможно никакое развитие. Работая над докладом, рабочая группа выяснила, что планирование и организация пассажирских перевозок осуществляется по отраслевому принципу. Отсутствует комплексный подход, что затрудняет создание доступной и интегрированной транспортной системы страны. Отсюда и наше предложение. Первое. Необходим единый закон о пассажирских перевозках, который позволит привести к единообразию классификацию пассажирских перевозок. Установит единую терминологию, общий подход для однозначного определения зоны ответственности по видам маршрутов. Закон даст возможность ввести понятие комплексного плана транспортного обслуживания населения, то, о чем сейчас только сказал Владимир Владимирович. К сожалению, КПТО в регионах сейчас не имеет законодательно закрепленной обязанности и приоритетности. В законе также следует предусмотреть ряд обязательств для территории. Например, разрабатывать и утверждать КПТО с учетом всех доступных видов транспорта. Предусматривать финансовое обеспечение КПТО, его увязку с бюджетным планированием. Проведение мониторинга и контроля реализации программы развития транспортной инфраструктуры. Базовым компонентом регулирования, и в законе это надо обязательно прописать, являются стандарты транспортного обслуживания. И задача заключается в том, чтобы как раз и вовлечь регионы в разработку и утверждение обязательных стандартов, учитывающих региональную специфику. Очень важно, чтобы такие стандарты качества были разработаны для всех видов транспорта. Владимир Владимирович только что обратил наше внимание, что Минтранс уже сделал действительно очень важный шаг в развитии пассажирских перевозок, когда в конце января 2017 года утвердил социальный стандарт транспортного обслуживания. Однако, коллеги, этот стандарт касается только автомобильного транспорта и городского наземного электротранспорта, и имеет всего лишь добровольный характер. Убеждён, что стандарты должны иметь обязательный характер, а их исполнение обеспечивается персональной ответственностью нас, руководителей разных территорий, будь то регионов или муниципалитетов в том числе. Второе. Особое внимание следует уделить нормативному регулированию работы автовокзалов и автостанций, которые являются важным элементом инфраструктуры пассажирских перевозок. Отношения, коллеги, возникающие между автовокзалами, перевозчиками и пассажирами, остаются за пределами чёткого правового регулирования. А это существенным образом сказывается прежде всего на качестве услуг, да и значит и на удовлетворённости населения. Следует учитывать развитие электронных систем продажи билетов. Мы сегодня видели, вот на примере Москвы, вот Сергей Семёнович показывал, при которой у пассажиров, реально не приобретающих билеты в кассах, должны сохраняться все права на бесплатные услуги автовокзалов. Поэтому необходимо совершенствовать действующую систему расчётов Палаты за услуги автовокзалов и автостанций и создавать условия, при которых экономика автовокзалов и автостанций не зависела бы от объёмов, выполняемых ими агентских услуг. Для этих целей Минтрансам подготовлен законопроект, который позволит внести изменения в закон номер 220, наделяющий Минтранс полномочиями по установлению перечня обязательных услуг автовокзалов, перечня тарифов, сборов на обязательные платные услуги, а также правил формирования указанных тарифов и сборов. Очень бы просил всех, от кого это зависит, поддержать данные поправки, прежде всего, конечно, в правительстве нашей страны. Третье. В России есть практика перевозок по нерегулируемым тарифам, которая совмещает в себе механизмы дерегулирования и контракта на маршрут и не позволяет привлечь перевозчиков с высоким качеством услуг, а также организовать интеграцию тарифов. В связи с этим, рабочая группа предлагает на федеральном уровне разработать требования, которые могут предъявляться организаторами перевозок к перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по нерегулируемому тарифу. Речь идёт в первую очередь о соблюдении расписания, применении безналичной оплаты проезда, но и многого другого. Уважаемый Владимир Владимирович, это вот только малая часть вопросов правового регулирования комплексных пассажирских перевозок. Надеюсь, что коллеги продолжат данную тему. Помимо нормативного регулирования, необходимо и совершенствование экономических механизмов, которые оказывают значительное влияние на все компоненты системы пассажирских перевозок и качество услуг. Что предлагает в этой части рабочая группа? Первое. Перспективы развития организации пассажирских перевозок связаны, прежде всего, конечно, с её глубокой технической модернизацией, с обновлением подвижного состава. И эта проблема является для абсолютно большинства регионов во многом ключевой. Без обновления парка транспортных средств невозможно повышать безопасность перевозок, невозможно улучшать качество обслуживания пассажиров, обеспечивать рост рентабельности и конкурентной устойчивости. При этом у большинства перевозчиков, мы это тоже знаем из личной практики, отсутствует финансовые возможности привлекать средства на покупку подвижного состава. Очевидно и другое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, от имени рабочей группы я хотел бы особо обратить ваше внимание, что регионы в данной ситуации не имеют возможности помогать перевозчикам. Так как в отличие от других окрашенных расходов, ну например дорожных фондов, на эти цели средств у регионов нет. Более того, бюджеты регионов сильно закредитованы. И это одна из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся. А возможность получения существенных дополнительных доходов сильно ограничена. Поэтому возникают вопросы с софинансированием многих государственных программ, в том числе и разрабатывая программы обновления подвижного состава. Ситуация, Владимир Владимирович, достаточно критична и без вашей помощи ее не разрешить. А время не терпит. Например, по прогнозу Минтранса до 2020 года, осталось всего буквально три года, дефицит парка вагонов пригородного пассажирского комплекса ожидается в объеме 1680 вагонов. И такая ситуация типична, в том числе и для других видов транспорта. Рабочая группа предлагает реализовать комплекс мер, направленных на обновление транспортных средств. Конкретно речь идет о повышении утилизационного сбора для направления части поступающих от него средств на обновление транспортных средств всех видов транспорта. Кроме того, следует учитывать лучший региональный опыт. Мы у себя в регионе уже подготовили изменения в целый ряд региональных законов, которые устанавливают для организации автомобильного транспорта общего пользования компенсации за счет регионального бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением электромобилей, используемых для перевозки пассажиров. Тем самым мы уже со следующего года готовы стимулировать пассажирские автотранспортные компании обновлять подвижной состав. Но я и честно говорю о том, что это мало и только того, что нужно сделать. Поэтому, конечно, если, Владимир Владимирович, вы поможете нам с решением возможности получить дополнительные финансовые возможности, то, конечно, эта проблема будет решена значительно быстрее. Второе. Предлагаемые программы, направленные на обновление транспортных средств, должны в минимальной степени сказываться на конечной цене и не ударять по карману конечных потребителей компаний-перевозчиков и пассажиров. К сожалению, мы знаем ситуации, когда государственные субсидии производителям техники при предоставлении ими скидки покупателям срабатывали исключительно в интересах производителя. Производители просто поднимали цену ровно на величину компенсируемой скидки, а выгоды до конечного потребителя не доходило. Поэтому считаю, что при дальнейшем использовании таких инструментов поддержка спроса на отечественную технику, субсидию предоставлять не производителям техники, а регионам. А уже на региональном уровне будет происходить распределение этой субсидии среди региональных перевозчиков при покупке нового подвижного состава. Третье. Многие проблемы связаны с недостаточно рыночным механизмом конкуренции для решения социальных задач, стоящих перед пассажирским транспортом. Это обеспечение качества, доступности и приемлемого уровня тариф. Имеются в виду конкурсные процедуры, тарифное регулирование, страхование деятельности перевозчиков. Что предлагается в этой части рабочей группы? Во-первых, внести изменения в распоряжение правительства номер 471 от 21 марта 2016 года, предусматривающие исключение услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом из перечня товаров, закупки которых должны осуществляться в форме электронных аукционов. Во-вторых, тарифы для предприятий городского электрического транспорта на электроэнергию являются все же завышенными и серьезно сдерживают развитие, заставляя экономить на обновлении и капитальном ремонте подвижного состава, заработной плате, ну и, в общем-то, заставляет и повышать стоимость проезда постоянно. Предприятия городского электрического транспорта платят за электроэнергию наравне с другими коммерческими потребителями, хотя, по сути, надеясь, что все согласятся, выполняют социальную задачу. Ну, приведут буквально несколько цифр. Затраты на электроэнергию на единицу выпуска в период с 2011 по 2016 года выросли в среднем на 22%. Затраты на электроэнергию на один километр пробега подвижного состава увеличились, опять же, за эти пять лет, в среднем на 35%. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что предприятие городского наземного электротранспорта является прежде всего социальными организациями, а не коммерческими. Следует использовать уже существующую практику, когда для ряда социально значимых организаций, например, в сфере ЖКХ, тарифы, приравненные к тарифам для населения. Полагаю, такой подход обоснован. Мы предлагаем приравнять тарифы на электроэнергию для предприятия городского наземного электрического транспорта к тарифам для населения. Кроме того, следует принять меры и по соответствующему удешевлению процесса подключения линий электроосвещения на автомобильных дорогах к энергосетям, предусмотрев при этом специальные льготные тарифы. В-третьих, предлагается доработать действующую систему тарификации обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами для стимулирования перевозчика к мерам, направленным на повышение безопасности. А также рассмотреть возможность использования накапливаемых страховыми организациями фондов для повышения безопасности пассажирских перевозок и обновления подвижного состава. Уважаемые коллеги, завершая свое выступление, хочу затронуть еще одно очень важное направление. Это общественный контроль. В регионах накоплен значительный опыт организации общественного контроля в самых разных сферах, формирующих качество жизни людей, их благополучия. Это и ЖКХ, здравоохранение, образование, дорожное строительство. Считаю, что необходимо использовать этот опыт и распространять его и на сферу пассажирских перевозок. Предлагается, во-первых, ввести независимую оценку качества услуг в сфере пассажирских перевозок. Необходимо разработать инструменты такой оценки и обязательного реагирования на выявленные нарушения со стороны перевозчиков. Во-вторых, замечательным механизмом общественного контроля станет развитие умного общественного транспорта, умных остановок, которые мы только что сейчас видели, что даст возможность отслеживать расписание движения и контролировать его соблюдение. Необходимо обязать перевозчиков передавать цифровые данные о движении транспорта в информационные системы регионов и муниципалитетов. В-третьих, должна быть выстроена разветвлённая система общественного контроля. И здесь, на мой взгляд, значительную роль могут играть общественные палаты, которые станут точкой сборки и координации различных центров общественного контроля. И в-четвёртых, хорошей практикой является организация муниципального совета пассажиров, такого полноценного субъекта общественного контроля. Считаю, будет правильно наделить такой совет определёнными полномочиями, дающие право, например, на получение полной информации от органов власти. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, конечно, в своём выступлении я успел осветить содержание лишь некоторых тем из представленного доклада. Убеждён, что реализация мер, предлагаемых в докладе, приведёт к тому, что современный пассажирский транспорт станет комфортным и безопасным. Будет надёжно следовать расписанию, маршрутные сети станут эффективными, а остановки, станции, транспортные узлы станут доступными во всех смыслах для наших граждан. Спасибо. Спасибо большое. Максим Юрьевич, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Президиума Государственного совета. Анализ текущей ситуации свидетельствует о заметном снижении объёмов перевозок транспортом общего пользования в последние годы. Во многом это происходит, конечно, из-за высоких темпов автомобилизации населения. Последние годы она составляет примерно 4-6% ежегодно. Ну и, конечно же, этот рост автомобильного потока не обеспечен способностями по пропуску этого автомобиля потока уличной дорожной сети. Несбалансированность транспортного спроса на поездки на личном автомобиле, она усугубляется в том числе, как уже отметили, Владимир Владимирович, отсутствием комплексного подхода к организации пассажирских перевозок всеми видами транспорта. И одной из основных причин такого несоответствия является недостаточная координация в сфере градостроительства и транспортного планирования. Транспорт зачастую продолжает развиваться по остаточному принципу с отставанием от потребностей территории. Здесь, правда, за последние несколько лет наметилась положительная тенденция. Во-первых, законодательно закреплена обязанность утверждения органами местного самоуправления программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, требования которым установлены правительством Российской Федерации. Вместе с тем, эти программы разрабатываются только в городских округах и поселениях, что не в полной мере обеспечивает согласованность содержащих в них мероприятий в масштабах всего региона. И при этом на сегодняшний день такие программы утверждены лишь в третьем муниципальных образовании страны, в то время как по закону этот срок был установлен еще в середине прошлого года. Во-вторых, уже подготовлен в соответствии с Вашим Владимиром Ильичем поручением и внесен в Государственную Думу проект федерального закона об организации дорожного движения. Он направлен на регулирование, в том числе, вопросов разработки и реализации комплексных схем и проектов организации дорожного движения. К настоящему моменту этот законопроект принят уже в первом чтении, и, конечно, мы считаем важным обеспечить его одобрение Федеральному собранию в текущем году. Вместе с тем требуется реализация дальнейших мер по определению транспортного планирования в качестве приоритета при разработке документов территориального планирования и внесении соответствующих изменений законодательства. Первое. Необходимо обеспечить планирование развития транспортной инфраструктуры для осуществления пассажирских перевозок в регионе или муниципальном образовании по приоритетным маршрутам на основе не только существующих, но и перспективных пассажиропотоков. Во-вторых, взаимовязать развитие пассажирских перевозок всеми видами транспорта в границах каждого региона. Об этом говорил в докладе Сергея Ивановича. И третье. Должен также отдаваться приоритет созданию мультимодальных транспортно-пересадочных узлов. Качество и безопасность пассажирских перевозок напрямую зависят от состояния используемых транспортных средств. И сегодня в парке городского пассажирского транспорта доля транспортных средств старше 10 лет в целом по стране составляет более 50%, а по трамваям свыше 75%. Темпы обновления, к сожалению, отстают от необходимого уровня в среднем наполовину. Решение указанной проблемы требует привлечения федеральных ресурсов, и это в полной мере соответствует практике зарубежных стран, при которой финансовое содействие местным органам власти оказывается на национальном уровне. Мы такие программы реализуем с 2012 года. Правительством Российской Федерации меры поддержки обновления некоторых видов подвижного состава принимались и по линии Минтранса, и по линии Минпромторга. В первую очередь это касалось автобусов, работающих на газомоторном топливе, электрического транспорта. Но стабильным источником софинансирования мероприятий по обновлению подвижного состава, на наш взгляд, должна стать индексация утилизационного сбора. Здесь дополнительные доходы, которые будут поступать уже начиная с 2018 года, по нашим с Минфином и Минпромторгом расчётам, могут составить около 5 миллиардов рублей в год. И, конечно же, целесообразно эти средства направить в первую очередь на поддержку закупки экологичных, инновационных видов транспорта, которые в том числе оборудованы и для пользования маломобильными группами населения. В первую очередь это, конечно, трамваи, электробусы, мотор-вагонный подвижной состав, троллейбусы, ну и другая техника. В настоящее время частный бизнес не только участвует в приобретении новых автобусов, но и мы видим, что он готов к реализации комплексных проектов, предусматривающих не только транспортную работу, но и строительство, реконструкцию, последующую эксплуатацию, например, трамвайной сети, в том числе путевого хозяйства, ДПО и так далее. Для внедрения подобных подходов необходимо дополнить существующий закрытый перечень объектов концессионных соглашений в нашем законодательстве транспортно-пересадочными узлами, интеллектуальными транспортными системами и другими объектами, необходимыми для комплексного транспортного обслуживания населения. Включение в этот перечень автоматизированных систем позволит вовлечь частных партнёров в бизнес, в разработку автоматизированных систем управления дорожным движением, обеспечить транспортный комплекс системами сбора информации о транспортных потоках, также создать единые системы продажи билетов и оплаты проезда на различных видах транспорта. Для линейных объектов транспорта особенно важно предусмотреть возможность включения в состав концессионного соглашения неделимого имущества двух или более публично-правовых образований, субъектов федерации, муниципалитетов, особенно это актуально в рамках Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов. Поддерживая представленные рабочей группой предложения о необходимости разработки комплексного закона о региональных пассажирских перевозках, следует отметить важность завершения и оформления правовых условий для организации перевозок пассажиров на всех видах транспорта. Если в отношении автомобильного транспорта у нас соответствующее регулирование было введено законом в 2015 году, и сейчас как раз говорилось о необходимости внесения в него поправок, то в части железнодорожного транспорта, использованного в пригородном сообщении, взаимоотношения организатора перевозок и перевозчиков до настоящего времени не урегулированы какими-либо нормативными правовыми актами. Не сформированы долгосрочные механизмы государственного регулирования, которые позволят определить необходимые параметры на период инвестиционного цикла деятельности перевозчиков и таким образом обеспечить долгосрочное заёмное финансирование на обновление и модернизацию подвижного состава. Также не установлена ответственность за организацию транспортного обслуживания населения в субъектах Российской Федерации с учётом её комплексности. И, как мы сегодня говорили, стандартов перевозок, тарифов, субсидий – всё это надо взаимоувязать в отдельном законопроекте. Наконец, неурегулирован вопрос организации транспортного обслуживания в пригородном сообщении на территории смежных субъектов. Это тоже требует своего решения. Мы считаем, что необходимо также установить механизм организации регулярного пассажирского сообщения с железнодорожным транспортом, в том числе для обеспечения гарантированного транспортного обслуживания населения и модернизации пассажирского транспорта, повышения его эффективности и конкурентной среды. Следует разграничить между различными органами власти полномочия по организации маршрутов регулярных перевозок, в первую очередь, конечно, на региональном и муниципальном уровне. Требуется обеспечить переход на систему долгосрочных договоров, на организацию регулярных железнодорожных перевозок и чётко и прозрачно определить маршруты и объёмы перевозок, а также их качественные характеристики. В связи с этим необходимо скорейшее завершение работы над проектом федерального закона об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения. Требует также полноценного законодательного регулирования функционирования внеуличного транспорта, метрополитена, монорайсовых систем, где-то даже используются канатные дороги и фуникулёры для перевозки пассажиров. Здесь такой законопроект в соответствии с Вашим поручением подготовлен, направлен в Государственную Думу, принят в первом чтении, и мы также рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят в Государственной Думе. Фундаментом для дальнейшего развития общественного транспорта должно стать и определение экономической обоснованной стоимости транспортной работы. Мы отмечаем, что тенденция наметилась в последние годы по установлению заказчиками нулевой цены контракта при проведении конкурсов на организацию пассажирских перевозок, и это поставило перевозчиков на грань выживания. На большинстве маршрутов собираемые платы недостаточно, тем более что она зачастую регулируется субъектами или муниципалитетами, недостаточно для покрытия всех необходимых затрат перевозчиков. И экономить им приходится на всём – и на зарплатах, и на обслуживании техники, и, к сожалению, на требования безопасности как технологической, так и транспортной. А это, конечно же, негативно отражается на качестве обслуживания пассажиров. По данным статистики, за 2016 год убытки перевозчиков городского пассажирского транспорта в целом по стране составили почти 13,5 миллиардов рублей. И убыточными являются около 60% всех организаций, которые осуществляют регулярные автобусные перевозки. А среди электрического транспорта таких предприятий ещё больше доли – 80%. Мониторинг показывает, что в ряде субъектов Российской Федерации рост тарифов на пассажирские перевозки за прошлые годы составляет 2-2,5%. Это не дотягивает даже до уровня инфляции. И, конечно же, мы уже здесь говорили о необходимости обеспечения справедливой цены на организацию пассажирских перевозок. В настоящее время мы завершаем разработку порядка определения начальной максимальной цены контракта при закупках в сфере регулярных перевозок. И, по нашим оценкам, после внедрения такого порядка и вообще определения начальной максимальной цены, доходы организаций, которые будут осуществлять перевозки, должны увеличиться примерно на 15%, а в межмуниципальном сообщении – более чем на 30%. Это также позволит в трёхлетнем периоде довести уровень оплаты труда работников, рабочих специальностей, занятых в таких предприятиях, до уровня заработной платы в среднем по региону. Сегодня он ниже, чем средний по региону на средних и крупных предприятиях. Что, естественно, влечёт за собой и утечку кадров, текучку и обеспечит снижение зависимости труда от труда мигрантов, а также предотвратит старение парка. Не менее значимым является вопрос обеспечения полного и современного субсидирования выпадающих доходов пригородных железнодорожных компаний. Мы об этом говорим не первый год. Здесь на уровне Федерации приняты достаточные исчерпывающие решения. Обнулён НДС до 2030 года, введён льготный коэффициент 0,01 платы за инфраструктуру. В целом, меры поддержки ежегодно даёт в пригородный железнодорожный комплекс порядка 42 миллиардов рублей только за счёт решений федерального уровня. Но в любом случае есть выпадающие доходы, и на долю субъектов здесь ложится порядка 14 миллиардов рублей. В рамках этого года пока предусмотрено только 11 миллиардов субъектами Российской Федерации. Это около 80% от необходимого уровня. Также в ряде субъектов проблемным вопросом продолжает оставаться некорректное планирование пассажирооборота с целью занижения потребностей в субсидиях пригородным компаниям. И здесь я хотел бы попросить обратить внимание глав субъектов на недопустимость таких мер, которые не дают нормального обеспечить функционирование пригородного железнодорожного комплекса. Выполнение в полном объёме субъектами обязательств по субсидированию пригородных перевозок безусловно важно для того, чтобы выполнить Ваше поручение о сохранении той модели, того объёма пассажирских перевозок пригородным сообщением, которое существует на настоящий момент. Уже говорилось о том, что в ближайшие годы надо будет вывести по требованиям технического регламента порядка полутора тысяч вагонов, и, конечно же, нужны средства на замещение их новым современным транспортом. Также хотел бы отметить непосредственное влияние безопасности деятельности городского пассажирского транспорта в части обеспечения необходимого предрессового контроля и его технического состояния. В соответствии с действующим законодательством выпуск транспортного средства на линию без отметки прохождения предрессового контроля не допускается, и нарушение этой нормы влечёт наложение соответствующего административного штрафа, но использование вот такой бумажной технологии, оно не позволяет нам в режиме онлайн обеспечить контроль за всеми транспортными средствами, которые выходят на линию. И здесь, конечно, необходимо внедрять автоматизированные системы фиксации результатов проведения предрессового технического контроля и передачу их в централизованную базу данных. Имеющееся в стране количество медицинских работников сегодня не позволяет в полной мере обеспечить качественный медосмотр каждого водителя, который выходит на линию, особенно это касается удалённой местности, сельских территорий. И мы понимаем, что зачастую такие отметки ставятся достаточно формально. Поэтому считаем возможным и необходимым в ближайшие годы развитие использования телемедицинских технологий, разработанных на базе отечественного программного обеспечения. Телемониторинг состояния здоровья сотрудников, которые занимаются пассажирскими перевозками, конечно, серьёзным образом позволит поднять безопасность движения и предотвратить возможные аварии. В заключении хотел отметить, что претворение в жизнь всех обсуждаемых сегодня решений невозможно и без комплексного научного и кадрового сопровождения. Мы полагаем, что созданный в соответствии с вашим поручением Российский университет транспорта на базе МИТа возьмёт на себя не только науку и образование, но и будет вести вопросы комплексной трансформации транспортной и логистической инфраструктуры в стране. Сопровождение регионов в части реализации их транспортной политики станет координатором для всех учреждений образования и науки в транспортной сфере. И для этого мы считали бы необходимым наделить наш Российский университет транспорта правом самостоятельно устанавливать образовательные стандарты и требования для реализуемых программ высшего образования, которые касаются транспортной сферы. Ну и, конечно же, необходима соответствующая база, поэтому предлагаем также рассмотреть вопрос использования средств программ развития образования и развития транспортной системы для этих целей. Потому что в своё время мы из нашей программы развития транспортной системы передали средства в программу развития образования, обратно, к сожалению, пока ничего не получили. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, при подготовке заседания Президиума были предметно рассмотрены все поступившие предложения от транспортных компаний страны. Минтранспортным поддерживаются выводы и рекомендации, которые были сделаны и озвучены рабочей группой. Прошу также поддержать их в рамках нашего сегодняшнего заседания. Спасибо. Спасибо большое. Сергей Семёнович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить Вас за системное внимание к развитию транспортных проблем для Москвы, московского региона. Это особенно важно. Без эффективного современного транспорта развитие города, считаю, невозможно. Поэтому основные инвестиционные вложения Москвы именно в транспортную инфраструктуру, речь идёт о метрополитене, пригородных железнодорожных перевозках, которые мы развиваем совместно с РЖД и коллегами из Московской области, обновление подвижного состава. В результате сегодня количество пассажиров общественного транспорта с каждым годом не падает, как в предыдущие годы, а растёт. Сегодня уже более 70% москвичей передвигаются с помощью именно общественного транспорта. Кроме того, постоянный и долгосрочный заказ даёт возможность транспортному машиностроению создавать новые образцы подвижного состава, которые Вы сегодня видели на выставке. Это действительно современные машины мирового уровня. Хотел бы остановиться на ряде конкретных вопросов. Поддерживая то, что говорили коллеги, добавить ещё несколько проблем, которые требуют нормативного регулирования. Первое – это освобождение от НДС наземного подвижного транспорта. С метро пригородные перевозки освобождены от НДС, а наземный транспорт при городском заказе не освобождается от НДС. С Минфином эта позиция согласована. Есть даже разъясняющее письмо, которое говорит о том, что НДС не нужно облагать подвижность наземной перевозки, но, тем не менее, требует законодательного регулирования для однозначного трактования. Второе – в общественном транспорте по-прежнему очень серьёзная проблема, связанная с безбилетниками. В общественном транспорте сегодня от 20 до 30 процентов, к сожалению, граждане ездят без билетов. Это совершенно небезобидная вещь в силу того, что транспортная компания теряет 20-30 процентов своих доходов. Это перекладываться автоматом на тарифы на тех, кто платит за свой проезд. Сегодняшняя система работы контроля за безбилетниками, к сожалению, не очень эффективна, в силу того, что организации, которые занимаются контролем, работники контролирующих органов, сегодня не наделены правом требовать даже документы у нарушителей. Это означает, что сегодня без полиции контролировать безбилетный проезд невозможно. Грузить полицейских к такой работе бессмысленно и неэффективно. Поэтому было бы правильно соответствующие поправки в законодательство прописать. Вы видели, Владимир Владимирович, возможность перехода на электротранспорт, новый подвижной состав, электробусы. Он придёт на замену существующему троллейбусному парку. В то же время там есть проблема, связанная с водителями нынешних троллейбусов. В Москве около более трёх тысяч человек. Они не имеют права сегодня управлять новым подвижным составом. Нужно, по сути дела, заново проходить весь процесс обучения, получения прав и так далее. Предлагаем создать возможность с правами на вождение троллейбуса облегчённый переход на вождение электробусов. Это облегчит саму систему и, конечно, даст возможность огромным коллективам стабильно продолжать работать с новым видом транспорта. Следующий вопрос связан с такси. За последние годы в Москве количество легальных такси увеличилось в 8 раз. По сути, создана новая отрасль. Только в Москве работают около 100 тысяч таксистов. И этот процесс в настоящее время, можно сказать, стабилизировался и полностью урегулированы требования к таксистам и по цвету, и по качеству такси, и по обеспечению соответствующим глонасом, системой слежения и так далее. Тем не менее, с приходом на этот рынок интернет-агрегаторов существуют проблемы, потому что не все из них выполняют требования работать только с легальными таксистами. Было бы правильно записать в закон требование, что интернет-агрегаторы должны работать только с легальными таксистами. Тогда бы это облегчило дальнейшее регулирование данной отрасли. Следующая серьёзная проблема связана с междугородными перевозками и вообще с нелегальными перевозками. За несколько последних лет мы задержали вместе с полицией в Москве и поставили на штрафплощадке около 4 тысяч нелегальных перевозчиков такси. На этих автобусах можно привезти в Москву кого угодно и что угодно. К сожалению, действующая система административных штрафов не приносит результат. Мы уплачиваем штраф, перегистрируется этот автобус на другую компанию, снова ездят и продолжают нарушать. Это проблема, наверное, во всех регионах. Но в Москве особенно остро, потому что это связано и с терроризмом, и с безопасностью и так далее. Поэтому предлагаются такие санкции, как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков. Такая мера позволила бы в кратчайшие сроки навести на этом рынке порядок и вообще снять проблему нелегальных перевозок. И последнее предложение. МВД проводило проверку на транспорте, и серьезные претензии на этот счет к перевозчикам связаны с тем, что там огромное количество людей работает с неснятой преступностью, за тяжкие преступления. К чему это ведет? У нас на такси работают люди, осужденные за грабежи, кражи, убийства и так далее. Я думаю, что вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю. Было бы правильно законодательно закрепить запрет работы таким лицам, которые судимы за тяжкие преступления. И в заключение я хотел бы поблагодарить наших коллег из Траст-Марш-Холдинга, группы ГАЗ, КАМАЗ, которые оказывают содействие в создании нового современного транспорта и обеспечивают поставки их на рынок, делая перевозку пассажиров комфортными и современными. Спасибо. Что касается нелегальных перевозок, в целом контроль нужно усиливать. Система мер должна быть, которая понимала бы, где, кто, как, кого перевозит, по каким маршрутам, на каких условиях. Об этом нужно системно подумать. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто еще хотел бы спросить? Прошу вас. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы развеять мысль и поддержать предложение докладчика коллеги Морозова Сергея Ивановича в части закредитованности регионов. Некоторое время назад, Владимир Владимирович, вы проводили совещание с участием губернаторов, и было принято очень актуальное и важное решение тогда – замещение наших обязательств и так называемых коммерческих долгов на бюджетные кредиты. Это позволило нам существенно снизить нагрузку, а это касается сегодня 80% регионов. И думаю, что Минфин может подтвердить, стабилизировала. Сегодня не растет долговая нагрузка совокупно, если брать все регионы. Но в то же время, Владимир Владимирович, это все-таки полшага. Вот просьба такая, это просьба всех губернаторов сделать таким образом, чтобы реструктурировать бюджетные наши долги. Это нам позволит существенно расширить программы и выполнять прямые социальные обязательства. И то, что Сергей Иванович говорил, модернизировать ту или иную инфраструктуру, которая обеспечивает качество жизни наших граждан. Поэтому очень надеюсь, что вы примете это решение. Спасибо. Я готов буду сейчас об этом сказать, потому что совещание, о котором вы упомянули, было не единственным. Мы совсем недавно у меня в Кремле собирались с коллегами из правительства, думали, немножко поспорили. Но в целом понимание того, что и как нужно делать, какие сроки есть, я сейчас об этом скажу. По теме коллеги есть что-то? Прошу. Спасибо, Владимир Владимирович. Буквально одно слово. Я тоже хотел поддержать доклад рабочей группы Ваглая Сергея Ивановича. Мне кажется, что такой целостный взгляд от законодательной нормативной базы до мер по экономике, которые позволяют подтянуть к самоокупаемости эту отрасль. Одну вещь я бы дополнил. Я не увидел ее в докладе и в рекомендациях. Я имею в виду технологические тренды в этой сфере. Есть, наверное, что-то интересное, но спорное. Вот там самоуправляемый автомобиль, который вчера вам показывали в Яндексе. А есть, как мне кажется, вещи, которые уже точно бесспорны, которые уже начинают реализовываться, но они не отражены в тексте. Я имею в виду электрификацию городского транспорта. Это уже не теория. Ну, вам показали то, что делает промышленность. Москва идет по пути электробусов. Питер, наш родной, идет по пути троллейбусов с уединенным ходом. Но совершенно очевидно, что электрификация в городском транспорте – это такой назревший тренд, который уже не в работах теоретиков, а в реальной жизни реализуется. Если бы впрямую он был упомянут в числе рекомендаций рабочей группы, это не связано с какими-то финансами, с бюджетными вопросами. Но для промышленности, для бизнеса и для производителей самих транспортных средств, и для производителей литий-ионных аккумуляторов, а и то, и другое уже сегодня страна может производить, это важная такая стратегия, которая дает возможность правильно определять свои долгосрочные планы. Если это возможно, я просил бы хотя бы упомянуть эту технологию как перспективную для этого вида транспорта. – Анатолий Владимирович, Вы правы, и электрификация транспорта, и газификация. Вот два тренда, которые совершенно точно нужно участвовать. – Про газификацию сказано здесь как раз, а вот про это нет. – Спасибо, спасибо, что напомнили. – Хорошо. – Уважаемый Владимир Владимирович, я, прежде всего, хотел бы поддержать мэру Москвы, его позицию в ожесточении ответственности нелегальных перевозок. Система штрафов, она, к сожалению, не работает в полной мере, и те суммы, которые налагаются в соответствии с действующим законодательством, они никоим образом вот эти риски не снижают. – Плюс к этому ещё усугубляется эта проблема в том, что в основном нелегальные перевозчики, они используют старые автомобили, я имею в виду тот транспорт, который они используют от «Газели» до автобуса больше. – Это небезопасно. – Это небезопасно. – И даже вот последние два случая, например, в Краснодарском крае 25 августа, в конце прошлого месяца, автобус упал с Пирса, 18 человек погибло. Соответственно, буквально позавчера в Карачаево-Черкесии тот же самый автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, 20 человек погибло. 40% у нас эксплуатируется вот такого вида транспорта пассажирского со сроком эксплуатации 10 и больше лет. Поэтому в данной ситуации нам вот без ужесточения контроля и подхода к этому вопросу обойтись нельзя. А если посмотреть в целом, то вот этот транспорт, занимающийся пассажирскими перевозками, он составляет от общего количества транспорта всего 5%. И даже Министерство внутренних дел, я имею в виду ГИБДД, на имеющейся сегодня базе готово подключиться к техническому осмотру. И вот этот вид транспорта, который и морально, и технически уже устарел, готово осматривать и, соответственно, приводить владельцев в то чувство, в котором они должны пребывать, потому что это очень и очень опасно. В целом у нас в последние годы сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с транспортными перевозками. Но что касается вопроса о перевозке пассажиров, я имею в виду автобусными маршрутами, здесь у нас, к сожалению, ситуация с каждым годом ухудшается. Если в целом дорожно-транспортная дисциплина укрепляется, то касаясь пассажиров, это очень и очень опасно. Давайте мы это пропишем и реализуем. Правильно? Пожалуйста. Уже, Владимир Владимирович, Максим Юрьевич в своём выступлении затронул вопрос по порядку реальной цены контракта или услуг. У нас просьба такая поручить правительству Российской Федерации, чтобы до конца года этот порядок утвердить. Он впервые сделан всеми заинтересованными структурами, институтами. В течение двух лет мы его обсуждали. И поверьте, вот эти вопросы, которые сегодня в регионах, где занижена контрактная цена, где тарифы и дальше не выплачивают деньги, где 50% всего лишь выплачивается заработной платы, это будет ликвидировано. Тогда это не говорит о том, что пассажир будет платить эту всю цену. Тогда тот, кто приходит на эту работу длительный контракт, он будет видеть себестоимость услуги, а субъект уже определит, какой тариф должен быть по оплачиваемости населения, а разницу будет доплачивать, и тогда будет покупаться новый экологический автобус. И второй сектор, действительно, сельские маршруты сегодня выпали из комплексного развития. У нас почти 40 тысяч населённых пунктов, где жители из посёлка идут в районные центры, даже построены дороги с круглогодичным сообщением, пешком в больницы и по каким-то правилам. С чем это связано? Это связано с маленьким пассажиропотоком, убыточностью. Вот субъект в одиночку, этот вопрос не решат. Нужно посмотреть при комплексном развитии, вот по утилизационному сбору, чтобы автобусы, которые сегодня нашего производства есть, для сельских маршрутов, хотя бы как-то субсидировались от утилизационного сбора. Тогда они начнут развиваться, и село будет с районным центром жить как-то хотя бы раз в неделю. И мы сейчас вот по регионам ездим, как депутаты смотрим, и действительно почти 60% люди по 7-8 километров вынуждены идти пешком. Поэтому это было бы действительно эффективно, и за 5 лет эту проблему можно снять. Проблема острая, и точно совершенно нужно думать, как её решать. Не думать, а быстрее это делать. Ну, самое простое, конечно, это субсидирование, естественно. А не большая сумма. Ну, всё понятно. Уколо миллиарда рублей, но всё больше. Ну, давайте всё это вместе продумаем, посмотрим. Пожалуйста, кто-то ещё хотел входить. Прошу, Максим Собисович. Спасибо большое. Два маленьких комментария. Вот вы в вступительном слове говорили про единый билет. Я просто приведу пример. У нас есть высокоскоростная железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом. Есть город Великий Новгород, который находится рядом. И вот до недавнего времени невозможно было купить билеты из Санкт-Петербурга, например, до Новгорода. Нужно было купить до станции Чудово, потом делать пересадку, покупать отдельный билет и ехать до Новгорода. Вот эта вот задача, она вот вместе с РЖД, с Олегом Валентиновичем, касательно этого конкретного случая, она решена. Сейчас это можно уже сделать. Но это просто показывает, насколько неэффективно у нас используется та инфраструктура, как есть, какой сетевой эффект можно получить, если вот единый билет реализовать. И, в принципе, работу нужно строить от потребностей человека, а не от транспортных компаний или видов транспорта. И вторая история. Вот в протокольном решении есть предложение по изменению законов о концессиях, по включению транспортно-пересадочных узлов. Это, действительно, очень важная история. Мы сейчас как раз в правительство внесли пакет изменений по инфраструктурной ипотеке. Мы там его учтём, и если у коллег есть какие-то ещё предложения по изменению концессионного законодательства, то с большим удовольствием мы выслушаем и тоже добавим в этот пакет. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу поблагодарить вас и сообщить о том, что в соответствии с вашим поручением вы в своё время критиковали меня за машины скорой помощи. И сегодня Министерство промышленности в этом году поддержало КАМАЗ. И изготовлена машина скорой помощи на базе КАМАЗа, высокопроходимая. И в этом году правительство выделило также средства на создание уже линейки этих автомобилей. Я об этом сказал только лишь потому, что аналогичная проблема существует для транспорта так называемого общественного, для северных регионов, регионов Крайнего Севера с длительными, не очень хорошими дорогами и большими расстояниями, в том числе и по проблеме сельских населённых пунктов. Я просил бы обратить внимание на эту составляющую и поддержать и в последующий период разработку и создание высокопроходимых автомобилей для северных регионов, для общественного транспорта. В общем-то, сегодня мы находимся в поисках, где автомобили такие производятся, но на самом деле хотелось бы, чтобы эта линейка была такая поддержанная, наша российская, ну как пример, вот привёл автомобиль на базе высокопроходимого шасси КАМАЗа, чтобы эта программа существовала и в последующий период. Спасибо. У нас, собственно, есть. То, что мы сегодня и видели, уже говорит о том, что у нас разные продукты для разных случаев жизни, они существуют. Вы сейчас упомянули про базу КАМАЗа, есть и на базе Патриота, вот там различные варианты, УАЗы делают. Там вариантов много. Я думаю, что промышленность сегодня у нас в таком состоянии, что может оперативно откликнуться на любые потребности. Ну, министерство знает об этом. Так, уважаемые коллеги, что ещё? Прошу вас. Буквально два слова. Самое, мне кажется, важное сегодня, что мы на самом деле все говорим о комплексности развития, вы прежде всего об этом сказали. Это актуально, конечно, для различных региональных и муниципальных территорий, но с чем мы столкнулись сейчас, когда в течение примерно трёх лет меняем трамваи в Ростове, в Таганроге, в Новочеркасске, вот слово комплексность должно касаться и того, по каким маршрутам они ходят. Потому что как только мы купили новые трамваи в Таганрог, где почти 60% населения каждый день едут именно на нём, через весь город проходит, мы поняли, что мы не решим эту проблему, потому что пути пришли в негодность. Вот как по волнам идёт трамвай. Аналогичным образом в Таганроге и в некоторой степени по Ростову мы как раз с Тарас Машхолдингом сотрудничаем, и до конца текущего года 100% трамваев на улицах Ростова будут новые. Но вот эта часть, она заметно сдерживает, муниципалитеты с этим не справятся, потому что это муниципальный транспорт в том случае, если говорить о таких крупных городах. Поэтому и сельские территории, то, о чём говорилось, это очевидно требует внимания. Сложная идёт проблема, но, безусловно, это касается людей. Вот первая часть очень важная, потому что это большая часть транспортного обслуживания населения. Спасибо. Спасибо. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, в Вашем сообщении и в сообщении выступающих прозвучала проблема – это теневые перевозчики. Мы занимаемся автобусными перевозками, столкнулись с этим, скажем так, на практике. Предложение поручить разработать комплексную систему информирования и контроля перевозчиков именно в междугороднем сообщении, поскольку масштаб бедствия действительно очень серьёзный. Эта система будет полезна как, собственно, для государства, которое создаст условия для вывода этих перевозчиков из теневого сектора. Собственно, для пассажиров, поскольку повысят и прозрачность для них перевозки, и безопасность в первую очередь. И для бизнеса это тоже под спорь, поскольку будет доступ к информации о наличии мест и о, по сути, количестве проданных мест. Это тоже очень важно для того, чтобы развивать этот вид деятельности. Владимир Владимирович, просьба поддержать и поручить создание такой системы. Это судьбоносно. Спасибо. Договорились мы в сегодняшнем решении. Как раз так, как Вы сформулировали эту просьбу, так её и запишем. Спасибо большое. Разработать систему соответствующую борьбы с нелегальными перевозками. Алексей, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас есть предложение по двум вопросам. Это закрепить на федеральном уровне выдачу лицензии на перевозку пассажиров всем автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, и установить равные права для всех перевозчиков, как водителей, так и перевозчиков, осуществляющих регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров. Это очень хорошая мера, которая помогла бы стабилизировать работу в данном направлении. И второе, Владимир Владимирович, мы сегодня, мне кажется, может быть, не в тему, но тем не менее упустили авиавоздушные перевозки на региональном уровне. Когда-то существовала эта тема, опыт был применён правительством хороший, я имею в виду субсидирование перевозчиков, осуществляющих внутрирегиональные перевозки. В данном случае некоторое время, буквально год тому назад, полтора, у нас между столицей Калмыкии и в Ростовом минеральными водами летали перевозчики, которые субсидировались из федерального бюджета. Очень были востребованы маленькие легкомоторные средства воздушные. На наш взгляд, это был пилотный такой проект, но вот по нашему маршруту он себя оправдал. Если бы была возможность рассмотреть продолжение этой программы, мы бы были бы, ну, я думаю, не только я, но и мои коллеги из других регионов, как раз бы работало на внутрирегиональные маршрутные перевозки. Всё? Спасибо, коллеги, спасибо большое. Я хочу поблагодарить рабочую группу. Кстати говоря, по первому, извините, Алексей Миронович, по первому вопросу, ваше предложение уже реализуется в проекте закона, который в Госдуме находится. Это лицензирование предусмотрено. Вопрос очень важный. Я хочу ещё раз сказать спасибо рабочей группе Президиума Госсовета. Обязательно учтём предложения, которые возникли в ходе сегодняшней дискуссии, и сделаем всё для того, чтобы их реализовать. Но без консолидированной работы с руководителем регионов эффективной эта работа быть не может. Поэтому я вас прошу включиться активно тоже во всё, о чём мы сегодня говорили, во всё, что предлагает рабочая группа Президиума Госсовета, и будет реализовываться правительство. Так что в этой части всем спасибо, и надеюсь, мы эффективно поработаем в самое ближайшее время все вместе над решениями этих вопросов, чрезвычайно важных, повторяю, для страны, для экономики и для граждан страны. Теперь вот по поводу того, о чём сказал Алексей Васильевич, по поводу закредитованности региональных бюджетов. Алексей Васильевич вспомнил в одном из совещаний, где присутствовали и коллеги из регионов, руководители регионов. Это было не единственное совещание. Мы несколько раз собирались с правительством. В последний раз вот у меня в Кремле этот вопрос обсуждали совсем недавно. Есть определённые договорённости. В чём они заключаются? Во-первых, действительно, необходимость решения этого вопроса заключается в том, что он приобрёл острый характер. 31% собственных, так называемых, доходов регионов идёт на погашение кредитов. Кстати говоря, несмотря на то, что проблема остаётся крайне острая, я сейчас скажу о том, что предлагается для её решения, всё-таки объём задолженности сокращается, потому что собственные доходы регионов растут достаточно приличными темпами. И вот сейчас только мне, значит, Дмитрий Николаевич Показак показывал этот график. Этот график у нас на 1 января 2017 года было 2 триллиона 318 миллиардов. Этот объём снизился, а в процентном отношении с 36,5% до 33,8% – общий объём задолженности. Так что он снижается. Но снижается он небольшими темпами. Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам. В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в 8 регионах он выше, чем собственные доходы. Это, конечно, такой уровень абсолютно критический. Напомню, что последние три года мы активно занимались замещением дорогих кредитов из коммерческих банков бюджетными кредитами. Сегодня на их долю приходится почти половина госдолга субъектов, свыше триллиона, триллиона 83 миллиона миллиарда рублей. Понятно, что на обслуживание и погашение долга отвлекаются значительные средства, которые можно было бы направить на цели социально-экономического развития. В этой связи, о чём мы договорились с правительством, не скрою, вы присутствовали на одном из этих совещаний, споров по этому поводу много, но, тем не менее, договорённости состоялись, они окончательные. В чём они заключаются? С 1 января 2018 года, прошу на это обратить внимание всех наших коллег из регионов и тех, кто здесь присутствует в Ульяновске сегодня, и тех, кто услышит нас и увидит по средствам массовой информации, с 1 января 2018 года мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Бюджетных кредитов рассчитываю как минимум на 7 лет. Для отдельных регионов, сейчас скажу, для каких, эта программа может быть ещё более льготной, она может быть растянута на 12 лет. Причём в первые 2 года действия программы я просил правительства, и мы об этом договорились, Инфин тоже согласился, договорились заложить максимально льготные условия. Регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долго ежегодно, всего по 5%. Такой график позволит субъектам Федерации только в ближайшие 2 года высвободить в общей сложности 428 миллиардов рублей. Что это значит? Разница между действующими правилами, действующим графиком погашения бюджетных кредитов и предлагаемым графиком программы реструктуризации составит в 2018 году 250,5 миллиардов рублей, и в 2019 году 177,5 миллиардов рублей. Поясню на примере ряда регионов, глава которых и здесь в этом зале сегодня находится. Для Калужской области, например, это будет означать, что в 2018-2019 годах вы сможете высвободить дополнительно 15,7 миллиардов рублей, для Смоленской области 12 миллиардов рублей, для Краснодарского края 10,7 миллиарда рублей, для Ульяновской области 3,8 миллиарда рублей. Фактически это дополнительные деньги, помощь дополнительной регионам со стороны федерального бюджета. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан. В том числе, кстати говоря, и по решению вопросов транспортного обслуживания населения. Но не только это. Я, знаете, хочу на что обратить внимание. Это средство, которое вы дополнительно получите, нужно будет направить и на оздоровление региональных финансов. Нельзя, вот как некоторые говорят, как сеятель всяк, эти деньги туда-сюда налево-направо разбрасывать, а потом через пару лет опять прийти в банк, либо в федеральный бюджет с протянутой рукой. Эти средства должны быть направлены на оздоровление финансов, на сокращение бюджетного дефицита, на снижение кредиторской и вообще всякой другой задолженности. А я сейчас об этом ещё скажу, какая там ещё есть задолженность, вы сами об этом знаете. Мы также решили, хочу добавить, что для субъектов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, будет предусмотрена дополнительная льгота. И вот я уже об этом упоминал, сейчас ещё раз хочу сказать. Это значит, льгота будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет. Но в первые два года вы должны будете показать качество своей работы. И те, кто качество это покажет, получат дополнительную льготу в виде дополнительной рассрочки в оплате по кредитам. Значит, я вот прошу министра финансов дополнительных сложностей для регионов не создавать. Я знаю, что у вас были идеи, связанные с тем, что можно дополнительно ещё, чем дополнительно нагрузить, как выявить эту эффективность какими-то дополнительными критериями. Но давайте на этом ограничимся. Значит, вот за два года, если обеспечат рост региональной налоговой базы темпами не ниже инфляции, достаточно, это достаточный показатель для того, чтобы получить дополнительную льготу, то есть рассрочить ещё до 12 лет. Такие регионы и в 2020 году должны будут погасить лишь 5% долга, а в дальнейшем их платёж составит по 10% ежегодно вплоть до 2029 года, когда будут оплачены оставшиеся, мы так посчитали, что к 2029 году остаток составит всего 5%, и тогда нужно будет погасить 5%. При этом прошу правительства включить в прирост налоговой базы субъекта Федерации, и хочу обратить сейчас всех вас на это внимание, это важно, включить в прирост налоговой базы субъекта Федерации и ту её часть, которая не облагается налогами благодаря действию региональных налоговых льгот. Это важно для того, чтобы регионы продолжали работу над повышением инвестиционной привлекательности, в том числе используя налоговые стимулы. Я поясню, о чём идёт речь. При существующих методиках распределения дотаций, при решении о дотациях, не учитывался тот факт, что у регионов возникают выпадающие доходы в связи с предоставлением региональных льгот. Ну, скажем, вместо 100 рублей льготу предоставили, в бюджет региональный идёт только 70 рублей. Ну, условно, да? И Минфин при распределении дотации всегда исходил из того, что вроде как все 100 рублей в кармане у региона есть. Мы договорились с Минфином, что это не будет учитываться. Будет учиться только фактическое поступление в бюджет за вычетом тех денег, которые вы предоставили своим инвесторам в качестве льгот. Но на что вот хотел бы обратить внимание, и прошу Минфин, вообще правительство, разработать методику, как можно быстрее это сделать, методику определения эффективности предоставления льгот. Критерии, они более или менее понятны, нужно только их определить и сделать это как можно быстрее. И понятно, наверное, почему. Потому что льготы можно раздавать там кому угодно и как угодно, своим да нашим. А нужно не своим да нашим, а тем, кто эффективно работает в экономике региона. И вот эта эффективность должна быть определена по методике, которая должна быть соответствующим образом разработана. Прошу правительства до конца октября детально разработать все аспекты реструктуризации бюджетных кредитов, провести необходимую работу с каждым субъектом Федерации. И при этом, хочу подчеркнуть, участие региона в программе реструктуризации будет носить сугубо добровольный характер. Я думаю, что на самом деле все захотят, конечно, принять участие в такой программе, но, тем не менее, никто этого навязывать не будет. Придётся скорректировать и действующее соглашение о предоставлении бюджетных кредитов. Прошу заложить в них не только новые сроки, но и условия погашения кредитов. Сделать так, чтобы они были реалистичными. Вот именно реалистичными. Не на бумаге, а на деле для всех. Далее. Помимо задолженности по бюджетным кредитам в регионах остро стоит проблема до сих пор. Несмотря на то, что мы замещали бюджетными кредитами коммерческие, тем не менее, проблема долгов перед коммерческими банками продолжает оставаться острой. На долю этих кредитов приходится около 30% регионального госдолга. Причём для отдельных субъектов размер этой задолженности стал запредельным. В том числе в силу объективных, конечно, причин. Я уже говорил о восьми регионах, где уровень закредитованности больше, чем собственные доходы. Но в этой связи тоже мы договорились с правительством и с Минфином, что положение этих субъектов Федерации должно учитываться отдельно. И в отношении этих субъектов Федерации должен быть разработан особый подход. В некоторых субъектах, не знаю, вы делали так или нет, здесь присутствующие руководители забирались в налоговые поступления будущих лет. То есть в этом году брали с налогополитчиков то, что они должны заплатить в следующем и в последующем годах. А на следующий год как жить? Вот такой способ ведения хозяйства является, ну как бы это совсем мягко сказать, спорным. Загоняет просто в тупик региональные финансы, в конце концов. Но, тем не менее, разбираться с этим нужно. Там сейчас не буду вдаваться детали. Мы с Антоном Германовичем говорили об этом подробно. Он знает наперечёт все эти регионы. И по ним тоже есть конкретные предложения. Кроме этого, в целом ряде регионов накопилась большая просроченная аккредитовская задолженность бюджетных учреждений. Вот с этим, уважаемые коллеги, нужно разобраться отдельно. Как возникает эта задолженность? Какими темпами? Почему? Сейчас, конечно, придут и принесут целый перечень объективных причин. Я уже их знаю. Но я не уверен, что они всегда носят объективный характер, эти причины. И руководители регионов должны самым внимательным образом следить за этим. А кто будет следить-то? Из Москвы за этим не следишь? Это ваша обязанность. Это, безусловно, негативно влияет на состояние региональных финансов в целом, такая задолженность, на качество услуг, которые оказываются гражданам. Я прошу правительства вместе с руководителями субъекта Федерации определить точные объёмы просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений. Это большая работа, но этим нужно заняться. Проанализировать причины её формирования, предложить эффективную систему мер для её снижения, а также для снижения задолженности перед коммерческими банками, безусловно. Кстати говоря, здесь тоже надо с этим разбираться отдельно. Да, можно, конечно, всегда ссылаться на то, что объективно денег не хватает, Минфин не даёт. Мы вынуждены идти в коммерческие банки. Так ли это? Всегда ли это обоснованно? Вот с руководством Сбербанка говорили, они приняли решение снизить ставку по коммерческим кредитам с 14, скажем, до 8,5. Не все обращаются за этим снижением. Возникают вопросы, а почему? Может быть, выгодно кому-то из руководителей регионов платить в высокую ставку? Кому это выгодно? Зачем они это делают? Я внимательно посмотрю, кстати говоря, на эти примеры. Вот мы до конца текущего года все эти вопросы должны будем закрыть. А программа, вот я её практически обрисовал, и в ближайшие просто пару-тройку дней она будет принята. Всем большое спасибо. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok